Всем привет, мои дорогие! С вами Ирина Буханова на канале Мастер Своего Дела. Сегодня делаем заготовки-заморозки на зиму из клубники. Сегодня я вам покажу, как я сохраняю эту ягоду на зиму. Ну что, давайте не будем медлить, начнём! Здесь для заморозки я подготовила клубнику небольшую, приблизительно равную. У меня домашняя клубника вот какая есть. Обычную доску разделочную обернула пищевой плёнкой, клубнику вымыла и выкладываю сейчас вот так, чтобы отправить в морозилку на таком небольшом расстоянии. Это для того, чтобы ягодки не склеились, а были целыми после того, как мы вытащим их из морозилки. Спустя где-то часа 2-3 я сейчас вытащу ягоды и переложу их, может быть в контейнер, может быть в пакет, ещё не решила. Порченые не нужно. Убираем, вот так выкладываем. Всё убираю в морозилку. И ещё одну порцию выкладываю для заморозки. Вот в таком целом виде. Здесь у меня клубника не совсем дозрелая, где-то может быть порченая. Я её обрезала даже. Надеюсь, тут такие. Вот видите. Сюда я добавляю сахарную пудру. И всё это блендером перебью в однородную массу. Такая заготовка подойдёт для приготовления смузи, различных коктейлей, выпечки. Можно использовать также для каких-то десертов. В общем-то вариантов много. Итак, сюда добавляю сахарную пудру. На 500 грамм клубники я добавляю 100 грамм сахарной пудры. У всех вкусы разные, поэтому вы смотрите сами. Я использую обычный погружной блендер. Всё готово. Вместо сахарной пудры можно использовать сахар. Иногда я использую сахар в тех же пропорциях. Здесь я подготовила вот такую формочку для льда. Её я наполню вот этой клубничной массой. И такие кубики льда хорошо использую для приготовления различных напитков. Наполняем. Вместо сахарной пудры можно использовать сахарную пудры. Наполненную формочку я убираю в морозилку. Теперь беру контейнер и наполняю клубничной массой. Контейнер прикрываю крышкой и отправляю в морозилку. Не забываем, конечно, подписать, что это. Подмерзшую клубнику я перекладываю в контейнер и также отправляю в заморозку. Теперь ягоды будут целыми, не размятыми. И еще один вариант заморозки клубники. Здесь у меня такая более презентабельная клубника. Ну а здесь уже где-то порченая, где-то с зеленью, то есть, ну не очень. Сейчас сюда отправляю в чашу блендера вот эту клубничку. Я уже вымола ее. То есть то, что мы не планируем сохранять целую, мы отправляем сюда. Где-то может немного размятая клубника. Сюда же добавляем сахарную пудру, либо сахар. Я все делаю это на глаз, уже как бы по вкусу, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения. Ну, где-то примерно на 200 грамм клубники, 50 грамм сахара или сахарной пудры. И превращаю все это в пюре с помощью блендера. Обязательно попробуйте на вкус, достаточно сахара или нет. Если нет, то можно еще добавить сахар или сахарную пудру. Беру контейнеры, емкости, в которых буду делать заготовку и отправляю сюда целую клубничку. Подготовила и теперь заливаю вот этой клубничкой. И все в таком состоянии, отправляю в морозилку. Вот такие способы заморозки, заготовки клубники у меня на зиму. Вот эту клубничку, которая целая, и в клубничном пюре ее можно просто вытащить, поставить на стол, оставить на несколько часов, часа на два. И уже можно спокойно кушать. Ягода останется целой, это очень вкусно. Клубничное пюре можно использовать по различному назначению. Для выпечки, для топпингов, для всего, чего только захочется приготовить. Здесь вместо кубиков льда можно добавлять в смузи. Вот такое клубничное пюре, которое порционно. Ну и ягода, она всегда пригождается. Она можно просто есть, можно использовать тоже куда-либо для выпечки. И не только. Клубничные кубики уже подмерзли, можно вынимать. Вот такая прелесть. И отправляю в пакет и обратно в морозилку. Можно в контейнер. Дорогие друзья, это все на сегодня. Сохранять вкус и пользу клубники на зиму совсем не сложно. Я вам показала простые и очень удобные варианты. Пишите в комментариях ваше мнение. И рассказывайте, как сохраняете вкус и пользу клубники вы. А также рассказывайте, что готовите из клубники. Ну а у меня на сегодня все. Заканчиваю видео внизу в инфобоксе. Оставляю вам две ссылки на свои каналы. Это канал о моей жизни Ирина Быханова. И мой канал с простыми быстрыми рецептами «Готовим дома». Переходите, подписывайтесь. Я вас жду. Всем пока-пока, мои дорогие. Приятного аппетита и клубничного настроения. Скоро увидимся.